Эти люди из разных сфер, но теперь каждый из них молодой воин. Так называется и проект, который накануне стартовал в Барнауле. В нем участвуют те, кому предстоит служба в вооруженных силах, и просто те, кому интересна военная подготовка. Занятия будут проходить с октября по декабрь на базе Центра специальной подготовки Сергея Кузнецова. В Центре будут обучать тактической медицине, как помочь себе и товарищам. Будут и выезды на стрельбище. Ученики узнают, как обращаться с оружием, пулеметами, автоматами, гранатами. То есть перемещаться, стрелять, кидать гранаты, а также тактическим действием стрелка-штурмовика. То есть действия по захвату позиций противника в штурмовом режиме. Проект реализует Управление молодежной политики края совместно с региональным отделением Организации военных инвалидов «Воин». В прошлом году проект был пилотный, набирали 10 человек. В этом уже 20, хотя желающих было гораздо больше. Отбор прошла даже девушка. У нас был критерий, это молодые люди от 18 до 35 лет. И в этом году мы хотели еще, чтобы целевой аудиторией были именно люди, которые могут свои знания передать другим. То есть руководители военно-патриотических клубов, либо активисты, которые могли бы этим знанием затем поделиться с товарищами. Кстати, участники СВО отмечают, на поле боя очень не хватает такой подготовки. Там делается все очень быстро и бойцам приходится учиться на ходу. При этом таких жизненно важных знаний не хватает и на гражданке. Я как бы ребенок СССР, так скажем, воспитанник. Любой женщине моего возраста, если дать автомат Калашникова, она не просто его разберется, берет, еще стрельнет и еще и попадет. Потому что у нас отметки за это ставили. То бишь НВП было, девочек учили медицине, не тактической, а просто медицине. Возможно, такие занятия как раз и помогут наверстать молодому поколению упущенное. То, что пригодится не только на поле боя, но и в мирной жизни. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.